Скажите, пожалуйста, как давно вы захотели приехать в Америку? С чего вам началось? Ну, все началось еще с давних пор, с детства, можно сказать. Но потом, после как-то, после сон, после детей, дети в Америке, все как-то, да, в общем, как-то вся охота пропала, земли на жизнь, некогда, работа, дети. Да, скажите, пожалуйста, как вы начали всю процедуру подготовки? А вы про визы что-то знали? То есть вы знали, какой тип визы вам нужен для туристической? Абсолютно ничего, даже и приблизительно, потому что не касаемо было. Ну, форумы там всякие есть, там, ну, там, ты что-то мусора не нужен, абсолютно. И получается, что вы, сказали, вышли на канал Юрия, на ютубе, да? Да, да, случайно вообще увидел, а потом узнал, что, бог сказать, землят живет тут рядом, 500 километров, словом, наверное, уже. Ну, землятский, самороссийский. Почему-то я страдаю ряд сразу, и все получилось. Ну, опять же, все с ролика Юрия, все началось опять, то, что, вот, вот сейчас, если честно сказать, так бы сразу резко не вспомнишь, но, тем не менее, ну, не знаю, почему-то он проявил себе доверие изначально. Начнем с того, что доверие он, как бы, оправдал на все 300 процентов. Хоть и пишет, там, мошенник, там. Это вообще люди такие, я так считаю, что немножко необымагонные, нитуальные, на которые зависнут, скорее всего. Зря, форумчане, поверьте, человек пошел мало того, что на уступки, плюс ко всему, если нам первый раз визу не одобрили, второй раз с нас деньги не были взяты, продолжали с нами так же дальше действовать, так же работать. Эля, вам спасибо огромное за ваш профессионализм, во-первых, а Юрию за доверие, то, что поверьте. Мы ему даже, когда второй раз мы хотели получить визы, то есть у нас, да, действительно, не было в этот момент денег. Юрий нам прошел на уступки, сказал, когда будут деньги, когда я перешлю отец. А как проходило собеседование в первый раз? Почему был отказ? Как вы думаете? В общем, приехал я, подался документ и подхожу к офицеру. Нормально, веселый, веселый, здравствуйте, здравствуйте, я поздоровался. Ну, я так понял, он не очень веселый был такой, но, наверное, с тем, Нагиль сказал, что-то, не знаю, может, не знаю, что там с ним было вообще. Он спрашивает первый вопрос, цель поездки, я, ну, туризм хочу, в Муэймисе так отдохнуть, были когда-нибудь? Нет, не было. А язык знает английский? Нет, не знаю. Потом, что еще? Почему я гиб? Я такой, ну, жена на работе, не отпускает начальство. Начальство, я хорошо об этом говорила, дайте свой гражданский паспорт российский. Ну, я же стою, допустим, он полистал, полистал, там, я не знаю, 5 секунд, наверное. Возвращает обратно, я говорю, нет, извините, закон не позволяет, в общем, не допустим, дают мне там, кстати, когда я... 2014-й пункт, пункт Б, вы не знаете, как потенциал новая регранта, то есть, имеет право же, в целом, и штатах рассматривают как потенциал новая регранта. Я не понял, почему, может, то, что у меня действительно в паспорте не было, прописка есть, все есть, не было у меня штампов детей и жимы. Никогда не касалось просто, ходил с оригиналами всегда, по всеми инстанциям. Ну, я думаю, что это, интересно. Ну, вы сильно расстроились, или вы сразу знали, что будете подавать второй раз? Ну, я знал, конечно, что буду идти до конца, что останавливаться не будет, что нужно подавать, и трех, дверь. Хорошо, а как вы решились подавать троем? Ну, не знаю, решили. Это же первый отказ, вы едете, получается, в Москву вновь, это на три человека, это большие затраты, по проезду, по оплате консульского сбора вновь. Опасения были? Были. Потому что он казалось, знаете, как, например, я подавал один, когда подавал два конца, например, он спрашивает, почему один? Я ж думаю, например, ну, если семья остается здесь, значит, у меня привязность к родине, у меня недвижимость тут, машины, семья, работа, все, в принципе, тут остается. Что-то не получилось. А вначале, если мы подумали все вместе, то бы как получилось, он подумал бы наоборот, то, что все, все хотят уехать, например. Други хотят, и все, собственно, как бы двоя, как бы. Ну и как сложилось в этот раз собеседование, как оно проходило? Что задавали? Я боялся еще семьи четыре раза. Я не боялась из-за участия. Я почему-то была уверена. Во-первых, во-вторых, перед нами мальчику одобрили, как говорится. Молодежи очень любят, как говорили, они там ходили вообще. Очень счастливы. Очень счастливы. Чем сказать, у нас это все было. Очень, очень, очень приятный, очень хороший. В общем, нам, глава Леонидовского полного дома, мы даже ушли. Какие-то потерянные, туда мы даже забыли спросить, нам доплачивать надо какие-то кофе. Угу. 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 А как в Нью-Йорк приедете, как в Америку приедете, не думали? Сейчас думаете, правда? Еще раз огромное вам спасибо. Тот, кто не верит, вот досталка пришла к ней, от Раина. К сожалению, сын в армии, чтобы на него поисклить, вообще благодать, но я надеялась, поможете нам и с перелетом с авиабилетами, и в дальнейшем нас сделать весь. Я сейчас еще расскажу, секундочку, что спрашиваю на втором собеседовании, как было все, помнишь, пришли, здравствуйте, здравствуйте, мы там семьялись, мы были там самые веселые, там вот когда-то... Людей было очень много, особенно собрались в зале, они купали, кому отказ, кому не отказ, все же контролируют, и там же вверху экран такой, ЖК телевизор или плазмы, неважно, и там, ну, про меры, поводки всякие идут, и внизу такая быущая строка идет. Приготовьтесь, там что-то, к собеседованию, что-то такое, мы смелись, я ее перефразировал, типа, приготовьтесь к смертной казни, они сидят, они вообще инды вот такие, там, все сомневаются. Не смеемся, они на нас нет, как мы изучат, как мы... Кому-то они приехали, так на казнь, действительно, там сейчас казнится. Там ничего страшного нет, просто надо это... Да. Что будет, то будет, ничего страшного, просто... Почему весь разговор идет? Потому что... Люди, не бойтесь, пробуйте, пробуйте, просто выбирайте реально нормальное агентство. Вот, касаемо вас, мы не ошиблись, вы с нами шли до конца, вы от нас не отказались, пошли на все уступки, как бы... Ну, не знаю, почему так получилось, что не получилось, может, действительно судьба. Спасибо вам большое за доброе слово. Я не хочу пропиарить, там, а то некоторые, знаете, думают, а, так, наверное, проплатили. Нет, ребят, мы далеко живем, мы за тысячи километров живем от Нью-Йорка, то есть мы вообще не знакомы ни с Энн, ни с Юрой, не думать. Просто, если человек мошенник, он сам себя не будет в видео столько выкладывать и столько информации... Мошенники, они так не работают? Они так не работают, воевр, с мошенниками неоднократно приходилось сталкиваться по жизни, потом это все испарялось, исчезало куда-то, резко, отлично. Нет, так никто не поступает в плане того, чтобы собрать деньги. Не верьте, и тем более вот я на форумах опять же читала, что некоторые агентства берут деньги, если, не дай Бог, человек не проходит собеседование в консульстве, то есть он обратно возвращается, но он все равно какую-то копейку в любом случае будет отдавать заново в агентстве. Мы же этого не делали. Юрочка, спасибо, Элечка, спасибо вам огромное, удачи. Пожалуйста, мы... Дай, расскажу самый смешной акт. Побольше вам клиентов и будьте сюда на позитиве, молодцы и ровно. Расскажу самый смешной, у нас консульный родной офицер. Расскажи. Может подошли, а он такой говорит, сколько самому старшему ребенку лет? Хотя его в анкетах нигде нет. У нас в армии, ему уже 19 лет. Угу. Где говоришь? У нас есть... А, я говорю, у меня есть выписка о том, что мы служим. Счастью. Счастью. Угу. Он-то победил и сказал, что это не наш бизнес. То есть посмотрел, посмотрел свидетельство о рождении детей, угадал, и все. Потом что-то очень долго смотрел в компьютер, в самом мониторе. И потом еще затребовал нас документы на недвижимость. Угу. Серьезно? Серьезно. Да. Ни в выписке, ни где учился, ни про работу, ничего не спрашивал. Серьезно. Свидетельство о рождении детей и выписку этого. Недвижимость. 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 Понятное дело, расстроены и вы, и мы. Но все же, спасибо, что пошли до конца, поверили нам и делали все возможное, чтобы получить эти заветные визы. Некоторые пишут там, вот Юрий, он не отвечает никогда. Да он всегда отвечает, он всегда на скайпе, напишите ему нормальные вопросы, он всегда ответит. Там пишут такую ерунду некоторые. что они пишут. Кстати, еще такой нюансик. Опять же читаю некоторую такую информацию, может за меня и обидится, вот пишут. Вы там, типа того, что идиоты, вы платите такие деньги, это можно все самим сделать. Ребята, делайте, и я поближу в дальнейшем ваши обстоятельства. Мне уже все такие англичане, что все знают английский язык конкретно. Просто мы никогда не сталкивались, не знаем, что там писать, сколько там этих отказов там, понимаете. Я думал... Не рискуйте, просто не рискуйте сами. Я слышал, даже некоторые шесть раз, семь раз отказывают, на восьмой получают. Я уже готов был на этом, но сейчас, ну, может на седьмой раз получил, уже ладно, вообще делал. Уже нет даже. Даже вот мы в консульстве были, это даже уже не форумы, как бы, а вот реальные люди с нами стояли, которые говорили, да, много раз уже отказывают. Очень много. И даже некоторые агентства заставляли летать там, вымерать, чтоб чистый паспорт не был. А у нас хотя чистый паспорт не был. У нас чистый паспорт абсолютно, ведь мы не были за границей вокруг Украины. То есть через агентство мы отдавали, не имели на денег на то, что летали специально, чтоб себе визу открывать, там, шенгены, не шенгены. И в конце концов у меня от них были отказы. Скажите, пожалуйста, а официально Вы работаете в России и кем? Да. Я работаю инженером по свалке, жена-обегателем. И сколько у Вас была выписка банковская? Сейчас скажу, у жены было пять тысяч долларов, не было семь, 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 семь. У Вас их попросили предъявить? Нет. Глава с этой семьей. У нас есть арктистка. Их в кем-то. 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 Продолжение следует...